Как обществу донести свои чаяния до первых лиц государства? Вопросов много от бытовых, социальных, до глобальных, касающихся развития уже целой страны. У каждого есть свое мнение на имеющуюся ситуацию, проблему, каждый же видит свое решение. Как первым лицам государства не упустить, важно и понять, становится мелкая проблема системной, способной повлиять на уровень безопасности в стране. Или же есть другие, более масштабные проблемы, задачи не реши, которые вовремя не обрати на них внимания, проблема не просто усугубится, но перерадет в разряд неуправляемых и не решаемых. Но первые лица государства следить за всем просто не в состоянии. А чиновники на местах, ну не будем скрывать, не всегда готовы показать объективную картину. Меня зовут Айгуля Дилова. Ярлан Агисенов и сегодня в прямом эфире поговорим о Национальном совете общественного доверия, который вот-вот будет создан в республике. Семь дней позади, это вновь большая неделя. Доброго позднего вечера. Мы начинаем. Ну и рады в нашей студии большой недели сегодня представить вам наших гостей. Это советник президента республики Казахстан Ерлан Карин. Добрый вечер. Добрый вечер. Берих Абдугалиулу, кандидат политических наук, политолог Андрей Чеботарев. Добрый вечер, господа. А также политический обозреватель Газис Абишев. Алуа Желдебарина, руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований. Политический обозреватель и общественный деятель Жанар Тулендинова. Правозащитник, общественный деятель Марат Башимов. Добрый вечер, господа. Ну и начнем, наверное, с того, что структура действительно назрела. Вот, Ерланд Нымбайович, вам первый вопрос. Конкретно администрации президента поручено в месячный срок провести консультации с лидерами политических партий НПО, представителями гражданского сектора. Ну и на сегодняшний день, к этому моменту, что мы имеем и что вообще это за структура будет представлять из себя? Ну, для начала хочу отдельно подчеркнуть, что решение о создании Национального совета, это не является каким-то ситуативным решением, да? То есть оно не возникло неожиданно, вдруг, сегодня, вчера. А когда? Об идее создания данного совета президент говорил еще раньше, в мае, поэтому эта идея, инициатива создания Национального совета была включена в предвыборную программу Космошмар Тукаев. Ну, услышали мы ее в Иногородской обережи. И сразу же после того, как Космошмар Тукаев вступил в должность, одним из первых решений, одним из первых указов, как раз таки стало решение о создании Национального совета общественного доверия. То есть тем самым президент обозначает, что развитие общественного, общенационального диалога, поддержание прямой связи, обратной связи с обществом является одним из ключевых, важнейших линий его политики, его президентства. И второй момент. Правильно Айгуль обратила внимание, что администрация президента была поручена данным указом провести в течение месяца соответствующие консультации с перечисленными структурами, представителями общества. Для чего? Для определения, понимания формата и состава предстоящего совета. Это очень важный момент. Почему? Потому что, конечно, мы могли и сразу же определить состав данного совета, но опять же, когда мы говорим, что это Национальный совет общественного доверия, естественно, было бы правильным сначала провести соответствующие консультации, обсудить, каковы ожидания, понять, что ждут в реальности в обществе, над чем должен работать этот совет, и только уже потом, соответственно, подходить к формированию совета. Поэтому сейчас консультации, они идут, они сразу же начались после подписания соответствующего указа. За это время мы провели уже разные встречи, как и с представителями политических партий, общественных объединений и экспертами, некоторые эксперты, которые участвовали сегодня присутствуют тоже в нашем ток-шоу. То есть мы обсуждаем со всеми. А на данный момент, скажите, Ерлан Томбайч, есть уже какое-то видение? Сколько человек это будет из каких представителей? По видению, по формату мы определимся через некоторое время. Но сейчас уже можно сказать, что данный совет, это не просто должна быть диалоговой площадке, как некоторые думают. Отсюда же, мне кажется, какие-то, может быть, наивные, или даже у кого-то завышенные ожидания, что кто-то должен сесть за стол в переговорах, кто-то начинает выдвигать... Кто-то идеализирует, кто-то демонизирует. Кто-то выдвигает какие-то предварительные условия. На самом деле, не такая уж ситуация, или не такая ситуация, тем более у представителей каких-то там структур, организаций, чтобы они могли выдвигать какие-то условия. Тем более, что никому, собственно, сейчас и не предложено входить в совет. Сейчас идет только лишь обсуждение, каково должно быть содержание деятельности. Но вы же понимаете, то, что в социальных сетях, как раз-таки и на вашей странице уже были указаны, что будут там и Арузан, Саин, вы встречались, да, и еще с представителями гражданскими Маргуланом, Сейсимбайом. Мы с данными лицами обсуждаем их ожидания, их видение по деятельности совета. То есть ни с кем из встречающихся лиц, никому из них, соответственно, еще пока не выдвинутое предложение о вхождении в том или ином виде совета. То есть вы пока готовите предложение? Пока мы обсуждаем формат. И я могу сказать, что это должно быть, как я уже говорил, не просто лишь диалоговая площадка, это должно быть инструментом обсуждения, продвижения определенных предложений, решений по дальнейшему осуществлению важнейших реформ в общественно-политической, экономической, социальной сфере. То есть его данный совет рассматривает только лишь так, что как будто бы там власть или оппозиция, тем более, что оппозиция довольно аморфная у нас, образование, структура, непонятно, кто кого представляет. Но тем не менее, в данном случае мы хотели бы, чтобы в данный совет входили представители не просто гражданского общества, их-то много, если так посмотреть, а те, кто реально хотел бы, у кого есть реальные предложения. Я немножко, извинишь, если у меня будет перебор по времени, я сразу забегаю вперед, скажу. Я до этого момента уже участвовал, был у меня опыт участия в разных структурах и перечисленных, как уже говорили, в национальной комиссиях, в госкомиссиях, в земельной комиссии. Особенно я помню в земельной комиссии, потому что я был как раз в эпицентре всех этих событий, процессов, помню, как начиналась земельная комиссия, и я тогда помню так же, что когда создавалась земельная комиссия, сколько лиц входило тогда, сколько лиц говорило, выступало, особенно на первых заседаниях. И как их становилось все меньше и меньше от заседания к заседанию. То есть выступить и сказать за что-то, заявить, все на это... Ну, может, выговорился человек уже. А уже на втором, на третьем, когда уже начиналась конкретная работа формулирования каких-то предложений, изменений в закон, отстаивать, сидеть и работать в дискуссиях, участие, принимать в рабочих группах и так далее, таких уже становилось меньше. Поэтому национальный совет, по моему убеждению, и, насколько я понимаю, из моих встреч, многие хотели бы, чтобы были люди, у которых есть что сказать, есть что предложить, и которые готовы работать над этими же предложениями. Как раз вы вспомнили о земельной комиссии. Попрошу режиссеров поставить информацию о том, как создавалась эта земельная комиссия, и что этому предшествует, что в итоге из этого вышло. Внимание на экран. Продолжение следует... В последующей ситуации был объявлен мораторий на спорные пункты закона и создана комиссия по земельной реформе, куда вошли представители общественности и госорганов. Горис Абиш, вот как раз вопрос к вам. На прошлой неделе вы и поднимали этот вопрос, что у нас был опыт, и то есть есть некая модель. Что вы скажете на этот раз? У нас опыт есть диалога, это правильно, и этот диалог очень важен. Я бы хотел сказать вот почему. Потому что у нас все время диалог идет по линии фронта, какая-то группа и власть, да? И мы все время создаем вот эти векторы, напряжение. Но если мы все гражданские группы, которых становится все больше, поставим на одну площадку и позволим им говорить не только с властью, но и между собой, то многие из них поймут, что они даже друг с другом не сходятся по взаимным вопросам. И тогда сложится со временем, в результате какого-то количества шагов и локтей обсуждения, сложится понимание, что здесь должен быть многосторонний паритет, что каждый свою точку защищает, и нужно находить консенсус, а не только давить только одну группировку, будь то власть или будь то только оппозиция. Это очень важно. К примеру, вопрос по земельным митингам. Да, они не хотели, чтобы землю сдавали в аренду, да? Но, вероятно, у нас в стране есть социальные группы предприимчивые и достаточно рациональные, которые не находятся во власти, но выступают за рациональную аренду каких-то частей земли для того, чтобы увеличивать наш ВВП. Вот это очень важно, чтобы гражданское общество между собой тоже обсуждало проблемы. Вот Бериков-Горалюла, да? Вот вы тоже были, состояли в земельной комиссии, насколько я знаю. Скажите, пожалуйста, вот почему вообще так получилось, что решили вот создать? Ну тогда это было ситуативно, насколько я понимаю. Если господин Карин говорит, что это у нас не ситуативно, но в том случае это было. Почему вообще так получилось, скажите, пожалуйста? Ну, я думаю, одна из причин все-таки определенной были сбой в государственной политической системе. То есть не все вопросы, обсуждаемые, волнующие общество, выражаются в Мажелисе, в Маслехатах, в государстве... То есть доходили до власти? Да, доходили. Поэтому общество решило взять на себя инициативу, организовать митинг и поставить вопрос о телесообразности, то есть о запрете частной собственности. То есть и государство это услышало. И чтобы решить этот сбой, создало комиссии, не только земельные комиссии. Были сделаны очень правильно оргвыводы. Во всех государственных средств создавались общественные советы, в том числе в Маслехатах, в министерствах, в самом парламенте Мажелисе. То есть раньше они сразу рассматривали, обязательно необходимо, они должны были пройти экспертизу, в том числе включение всех партий и общественных движений. И только потом депутаты это рассматривали. То есть фактически необходимо было сбалансировать то, что социальная база новая сформировалась. И она не отражается, к сожалению, в наших политических институтах. И она канал влияния на принятие решений. Вот поэтому даже вот фактически глаз народа, вот создающий совет, я думаю, национальный, тоже это глаз народа. То есть вы ожидаете, да, что это будет по-настоящему глаз народа? Конечно, я думаю, президент, когда еще предвыборные кампании это обозначил, для него нужен прямой канал получения информации. Не только там соответствующих госорганам, но и напрямую общаться с самыми активными влиятельными, авторитетными людьми, которые поднимают все проблемы, начиная, вот каждый день у нас появляются какие-то проблемы. Вот вчера появилась проблема о том, что аптеках теперь сложно покупать без рецептов лекарства. То есть общество это заводно. Вот как раз-таки национальный совет, я так понимаю, как консульный совещательный орган, может поставить вопрос президенту, насколько это правильно, потому что это волнует общество, народ это волнует. И президент, соответственно, дает поручение решить, если это не согласовано. При этом президент Рукаев постоянно об этом говорит, любые политические решения теперь обязательно должны быть согласованы с обществом. А вот каким обществом, скажите, пожалуйста, каким образом это будет реакция происходить? Насколько оперативно? То есть, да, случилась такая проблема, вот которой, к примеру, Берик Абдулевич говорил, что не продают лекарства. Я думаю, он в качестве просто лишь примера говорит. Я понимаю, но сколько нужно ждать по времени? Национальный совет не является, не будет являться неким таким органом, который подменяет, как уже было сказано, другие существующие органы, тем более, законодательные органы. Ни в коем случае он не будет выступать как альтернатива Масляха, парламенту тем более. Это понятно. Национальный совет общественного доверия – это площадка, на которой будут выдвигаться какие-то более системные предложения по дальнейшему развитию страны. Поэтому, примерно, видение по формату деятельности совета, оно таково, что совет должны, как я уже говорил, войти наиболее авторитетные, но не просто авторитетные, а наиболее компетентные представители гражданского общества по тем или иным сферам. У нас есть очень много представителей гражданского общества, которые занимаются разными вопросами правовых реформ, социальных реформ, экономических реформ, есть известные эксперты и так далее. И задача в том, чтобы они вошли в этот совет, может быть, в рамках этого совета будут созданы какие-то соответствующие группы, рабочие группы, в рамках которых будут разрабатываться какие-то предложения. То есть совет не так, чтобы каждый день заседал и рассматривал, реагировал на какие-то вопросы. На самом деле, ожидания у населения примерно такие, что это будет по-настоящему эффективный орган, который будет помогать решать их проблемы, на самом деле. Нет, нет, нет. Ну, во-первых, опять же, вы когда говорите население, откуда вы, на какое, там, не знаю, исследование вы опираетесь, да? То есть сегодня идет только обсуждение в социальных сетях, которых, опять же, где-то направили мы сами за счет того, что, проводя подобного рода консультации, это как раз таки нам позволило посмотреть примерно и сделать примерно такой анализ ожиданий в гражданской обществе среди экспертов. Мы сейчас это все разложили, проанализировали, примерно у нас есть понимание, какого рода вопросы должны звучать, какого рода проблемы должны рассматриваться. У нас есть примерно понимание, какой должен быть формат деятельности совета, но эти консультации, они идут, время еще у нас есть. Я думаю, что в ближайшее время, когда мы уже проведем все консультации, может быть, где-то уже повторно даже где-то встретимся, мы после этого уже примем решение и будем создавать. Но совет, подобный рода совет, он не должен будет заниматься каждодневным неким советским каким-то органом и реагировать на какие-то отдельные события. Нет. Андрей, вот как раз теперь об эффективности этого национального совета хочу спросить у вас. На самом деле многие, насколько я сейчас понимаю, что многие идеализировали этот национальный совет. Насколько он будет эффективным, скажите, пожалуйста. Я вижу не только идеализацию, я вижу еще и совет еще не создан, уже пошли какие-то критические даже оценки и заявления. Но все будет зависеть, мне кажется, от наполнения состава. Кто туда придет. Если туда придут обычные тусовщики или просто любители посидеть на совещаниях, ничего не выйдет. Если туда придут действительно люди, которым есть что сказать, есть что написать, есть что предложить, тогда это будет действительно действующий орган. Пилан Тимбанович, но все-таки есть какое-то примерное видение и механизм того, кто в этом совете будет? Консультации еще идут. Давайте послушаем мнение наших казахстанцев. Мы задали очень интересный вопрос. Посмотрим, что говорят люди. В последнее время, мне кажется, стараются, конечно, сделать нашу власть, что-то изменить. Будем смотреть, как получится у них. До этого особо не решалось. Решаются, но не жизненно важные. Не те вопросы, которые мы бы хотели первоначально решить, а те, которые они считают по плану. Мне кажется, что все они уйдут. Не знаю, насколько правильно, но считаю, что молодежь говорит о своих проблемах. Правительство слышит, но не воспринимает этого. Был Акимбах Цултанов, он принимал людей по проблемам многодетных матерей, с проблемами с жильем. Во многом решились. Диалога нету никакого вообще. Я бы не сказал, что 100% налажено это общение, коммуникация между народом и с властью. Сейчас интернет так развит, они там все сидят и все знают, какие есть проблемы у народа. Если власть навстречу идет народу, то, я думаю, взаимопонимание всегда возможно, если разговаривать на одном языке. Мы демократическое государство. Думаю, проблемы народа должны напрямую доходить до правительства. Но на практике я такого еще не видел. Даже не знаю, мне кажется, сейчас много раз это инстаграм, соцсети, где могут ответить что-то. А так на площадках навряд ли. Сейчас, например, в данный момент во всех органах государственных существуют свои сайты. Народ, простой народ напрямую может задавать вопрос первому руководителю этого органа. Конечно, нужно создать какую-то диалоговую площадку, чтобы вести конструктивный разговор какой-то, чтобы власть прислушалась, может быть, к мнению народа. С нами в студии Жанар Тулендинова, журналист и политический обозреватель. Жанар, добрый вечер. Еще раз скажите, пожалуйста, вот вы что ожидали от национального совета? Ну, по моим наблюдениям, я обратила внимание, что в социальных сетях граждане в основном восприняли идею создания национального совета в какой-то степени как уступку со стороны власти. И рассматривают ее как своего рода открытую трибуну для каких-то протестно настроенных. То есть вы думаете, что это ситуативно было создано? Я думаю, что это один из рисков создания совета, но надо его по возможности избежать, потому что национальный совет не должен стать площадкой для самопиара или превратиться в банальную говорильню, или стать клапаном своего рода для выпуска социального недовольства. Я думаю, что изначально он должен проектироваться как рабочий орган. Тут важен его регламент работы, будут ли в его составе рабочие отраслевые группы, какой будет статус совета, консультативно-совещательный орган это будет, решение которого имеет только рекомендательный характер, или они будут носить характер императива к исполнению для государственных органов, каковы будут принципы отбора на конец национальный совет. Мне бы хотелось, чтобы принципом не стало количество лайков в социальных сетях, потому что одно дело лайки, другое дело конкретный проект, конкретные кейсы, которые стоят за гражданским активистом, и чтобы таким образом национальный совет где-то не дублировал повестку социальных сетей, а задавал собственную проактивную позицию. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В том числе было предложение, например, чтобы каждый претендент должен был собрать 10 тысяч лайков. Ну, знаете, да, уже эти лайки, уже эти... Знаете, сделать выборы, еще одни выборы, и непонятно тогда, что это за будет орган, это превращается в мини-какие-то парламентские... А вы можете рассказать вообще, какие в принципе будут какие-то принципиальные какие-то форматы или качества для того, чтобы нас отборы? Как раз таки все это является предметом консультации, но я думаю, что никаких нам голосований устраивать нам не нужно, потому что нам нужны, во-первых, как я уже говорил, в первую очередь компетентные представители гражданского общества, которым есть что сказать. Они просто... у кого там много подписчиков и так далее, и так далее. Таких у нас много сейчас желающих. Мы таким образом... мы тогда в Национальный совет мы с вами выберем не гражданских общественных деятелей, а можем даже представителей шоу-бизнеса... Ну, в смысле, чтобы все были обязаны его решение исполнять. Конечно, это будет диалоговая, консультативно-совещательная площадка. По сути, как я понимаю Национальный совет общественного доверия, это администрация президента обращается к нашей политической нации и предлагает ей сделать коллективный мозговой штурм того, куда должен плыть наш корабль, в каком направлении, как быстро и в какой порт. Мы не обсуждаем, что будут подавать в меню на обед, мы не обсуждаем, какого цвета должна быть палуба, мы не обсуждаем там музыку на площадке, мы обсуждаем, куда и как плывет корабль. Это коллективный мозговой штурм. Естественно, у нас есть уже правительство, администрация президента, Можили, Сенат, Акиматы, не нужно снимать с них ответственность. Национальный совет не должен их подменять и воплощать их политику в жизнь. И не будет подменять. Да, это коллективный мозговой штурм. Избранный президент выслушивает все точки зрения, генерирует их в какую-то котлету управленческую и потом начинает исполнять через государственные программы. Вот так вот это рациональный... Я свое мнение скажу. Я сколько выступал, я поддерживал создание этого национального совета. По одной простой причине. У нас конституционное устройство таково, что президент обладает супер... Ну, скажем так, мы у нас суперпрезидент, как мы так называем, имеет отношение к законодательной, исполнительной, судебной ветвью власти. Но поэтому все время апеллирует к президенту. То есть создание этого общественного совета. Ну, вот я советника президента Ирлана Карина поддерживаю. В каком плане? У нас в статье 44 Конституции президент создает консультативно-совещательные органы, как Совет Безопасности, запитая Ассамблея народа Казахстана и другие. То есть в том числе и Национальный совет по доверию. В этот совет уже сама администрация отбирает и указом президента будут завтра назначаться... Ну, я не знаю, кто будет назначаться, это не моя прерогатива, но смысл в том, что... Почему на этот совет обращают внимание? Потому что есть другие советы, допустим, по правам женщин, по правам детей, все остальное. Они уходят, как бы, знаете, предметно, да? А вот этот совет, он как бы по внутренней политике проблемные вопросы поднимает, как сказал господин Карин, да? Которая будет обсуждаться, площадка, и которая будет рекомендовать. Вот обсудились, вот проблемные вопросы подняли, и потом через этот совет будут рекомендовать законодательные, потому что президента есть такие полномочия, да? Исполнительные ветви власти, вот такие свои решения. Марат Савельевич, вот у нас уже есть один консультативно-совещательный орган, это Ассамблея народа Казахстана, да? Принять тоже, вот общественных советов тоже, ну, достаточное количество. Я думаю, что вы это знаете. А, вы знаете, еще немного, можно я добавлю? Там другое, там же представительство национально-культурных центров, там есть свой регламент, и уже есть кондиционный закон. Здесь речь немножко другая. Я видел в комментариях в социальных сетях некоторых экспертов сравнение данного совета с другими диалогами, площадками, которые были в свое время созданы, так называемая национальная комиссия, да? МКВД, потом госкомиссия, постоянно действующие совещания ПСД. Много было таких площадок. Они создавались в разное время для обсуждения, для диалога или иногда для переговоров с определенной частью оппозиции или в целом с оппозицией. Сравнение с этими диалогами площадок не совсем корректно, потому что как раз-таки они были ситуативными решениями, обсуждались конкретного рода вопросы, там, закон о партиях, да, по-моему, закон о СМИ, там, и так далее, и так далее. В данном же случае это, во-первых, как я уже говорил, не ситуативное решение, это отражает вообще желание настроя президента выстраивать такой постоянный диалог, иметь обратную связь с обществом. Во-вторых, это все-таки прямой диалог президента. То есть если в предыдущих случаях имело место создание подобного диалога в площадках и модератором выступали разные какие-то ключевые лица или эти органы создавали при других структурах, то в данном случае этот совет создается при президенте, и президент непосредственно будет вести общение, взаимодействие с представителями, которые войдут в данный общественный совет. И в-третьих, как Джанар правильно отметила, это будет все-таки рабочий процесс, рабочий орган с тем, чтобы на нем обсуждались какие-то конкретные предложения. Они будут систематизироваться, они будут обобщаться, и уже затем, как правильно отметил Газис, они будут находить свое отражение в каких-то изменениях, в каких-то документах, в государственных программах и так далее. То есть алгоритм работы очень простой. Мы сейчас специально и направили эту дискуссию, специально бросили мяч, так скажем, в поле гражданского общества с тем, чтобы гражданское общество отозвалось. И мы видим очень широкий вопрос. Но отозвалось оно? Очень активно. По-моему, несмотря на то, что уже больше недели, 10 дней уже прошло с момента принятия решения, тема национального совета до сих пор является в тройку информационных вопросов. Но это же хорошо. Это очень хорошо. Я надеюсь, что вы тоже это берете для себя. Это показывает очень высокую активность, и нам позволяет понять ожидания. Желающих, опять же, тоже самое много. Алла, Зулбальна, скажите, пожалуйста, Алла, Сергей, вот что вы ожидали? Знаете, вот насколько сегодня, вот Ерлан Тумбальевич говорил о том, что много у нас было создано подобных советов, да? Про эффективность мы сейчас говорить просто не будем, у нас не так много времени осталось. Скажите, пожалуйста, насколько вы думаете, будет эффективным национальный совет общественного доверия? Здесь необходимо отметить, что было мнение, что мы создаем общественные советы, их так и так много, каналов много. На самом деле здесь нам нельзя путать. Общественные советы — это совещательно консультативный орган при центральных органах, либо местных исполнительных органах. У них функция другая, у них состав другой. То есть две трети этих советов — это представители гражданского общества, один третий — это госорганы. Если посмотреть мировой опыт, именно такие национальные советы, которые консультируют главу государства, либо президента по каким-то актуальным стратегическим направлениям именно развития страны, то здесь в большей степени сами, как участники госорганов, они не участвуют, представители государственных органов нет, оно практически 100% состоит из именно гражданского общества. И это одна из кроссорских технологий и площадок, где идет сбор предложений и рекомендаций с участием населения. То есть это вовлечение населения в такой конструктивный диалог. Но общественные советы, у них функция немножко другая. У них есть общественная экспертиза, у них есть функция общественного контроля. У Национального совета общественного доверия у него функция не имеет общественного контроля или экспертизы. Положение будет как раз таки выработано после этих консультаций, после этих обсужданий. То есть мы поймем, что и как должно двигаться. А давайте мы встретимся перед тем, вот меньше месяца осталось. Конечно, обязательно. Здесь, на этой площадке, и как раз таки можно уже больше обсуждать. Я даже думаю, что мы будем постоянно обсуждать здесь, если у вас будет желание. Ну вот я как раз хотела и вернуться, вернее, освежить память о предвыборной платформе кандидата Тукаева. Усилим общественный контроль над деятельностью государственных институтов, в том числе в рамках общественных советов. Этот месседж будет использован. Да, но насколько я знаю, готовится проект закона, и уже осенью будут внесены определенные роды изменения, которые будут касаться регулированной деятельности общественного совета. То есть будут выработаны более четкие регламенты, будут определены. Вот мы, кстати, Марат Машинов, раньше входили в общественный совет при Министерстве иностранных дел, когда я еще не работал в администрации президента. И, в принципе, да, этот орган достаточно очень много позволял нам, вот я представлял экспертное поле, нам он позволял фейс-ту-фейс, лицу с руководством Министерства иностранных дел обсуждать разного рода вопросы. И мы там определяли повестку, и мы ставили там вопросы. То есть это действительно очень эффективная площадка. Но, видите, государство не стоит на месте. Государство развивает диалоговые инструменты. Мы не просто создали общественные советы. За это время мы посмотрели минусы, плюсы, и сейчас была сделана определенная аналитическая работа, вот насколько я знаю, Олажа Луднбалин занимался анализом общественных советов. И на основе этого выработаны рекомендации, и будут на законодательном уровне внесены и определенные регламенты. То есть государство постоянно развивает. Вот даже в комментариях люди говорят о том, что есть разные площадки, проблемы разные. В том-то и дело, что мы же не стоим на месте. Государство, общество не стоит на месте. Государство меняется, общество тоже меняется, появляются новые запросы, новые требования, да и вообще информационная система появилась. На все реагировать всегда невозможно. Но государство не закрывается, оно наоборот расширяет. Вместо одного диалога создает другой, что-то совершенствует, что-то упраздняет. Это нормально. Это показывает нормальный жизненный процесс. Было бы неправильно, если бы как раз-таки не было бы никаких попыток, если бы не создавались подобные механизмы. Буквально минуту нужно, я добавлю. Знаете, господин Карин абсолютно прав. Время движется вперед. Вы знаете, у нас в общественных советах очень много свадебных генералов. Вот поэтому следующий процесс, когда за годопроект пойдет, все остальное, нужно уделить внимание тому, что в общественных советах не было этих свадебных генералов, а были люди, которые так же, как и во всех советах, приносили именно пользу обществу. Я даже придумал тему «Свадебные генералы в национальном совете». Когда у нас будет обсуждаться. Вот это вот как раз-таки мы обсуждали. И вот тем более тогда положение еще не готово. Но вот лично мое восприятие, что не хотелось бы, чтобы этот совет будущий обрастал какими-то государственными полномочиями. Вот в этом-то и отличие создаваемого национального совета. То есть он с самого начала создается при активной консультации и обсуждении с гражданской обществом. За все это время мы каждый день встречаемся со всеми разными людьми, с представителями разных неправительственных организаций, НПО, общественных объединений, партий, экспертов. И все высказываемые предложения по формату деятельности, мы это обсуждаем. То есть даже сам процесс создания национального совета общественного доверия, он не похож на предыдущий случай, как раз-таки потому, что мы все это учитываем. Мы хотим, чтобы этот процесс был. А иначе мы могли пойти старым проверенным путем. Да, ну вот о чем мы с вами говорили. Создать, сделать, регламент, ни с кем не проконсультироваться, не учесть никаких предложений. Просто вот вам совет, вот вам площадка, вот вам положение и все. Сейчас максимально идет прозрачно. Спасибо. Вот это все, в принципе, правильно делается, но вот как раз этот процесс все равно формирует завышенные ожидания. То есть все равно необходимо учитывать последствия политического транзита, последние события с митингами. Это очень сильно политизировало общество. Поэтому у людей появились как бы ожидания, что эта структура, которая изначально предназначена была для других целей, она как бы будет регулировать этот вопрос. То есть по опыту земельной комиссии, вот как бы мы экспертным деловой его не пытали, но все равно будут подниматься вопросы. Поэтому, в самом деле, очень огромная задача стоит перед Советом, вот отрегулировать этот вопрос, реально помочь президенту по решению накопивших проблем, и в то же время отвечать на запросы общества. В любом случае надо это иметь в виду, потому что раз общество ожидает, что там будут приниматься важные вопросы, ну, по крайней мере, рекомендовываться президенту, то есть оно должно ответить на ожидания общества. Мы не можем ее игнорировать. Я думаю, в принципе, это тоже будет предусмотрено полномочия. Мы будем надеяться на это. Берек правильно сказал, отметил особенность нынешней ситуации. То есть прошли выборы, выборы, конечно, как и везде, любые выборы немножко политизируют общественное настроение, политизация была, но вся эта дискуссия о рисках завышенных ожиданий Берека, на самом деле она позволяет немножко пройти через эмоциональный вот этот момент и посмотреть на ожидания, на перспективы деятельности этого Совета уже более трезво, прагматично, практично и без всяких вот такой популяриз. Когда мы спрашивали у людей, когда проводили БЛИЦ-опрос, мы очень опросили большое количество людей разного возраста, разного пола, и почему-то многие говорят, что это будет прямой открытый диалог. Вот, например, прямой диалог с президентом России, многие вспоминают. Вот, мол, типа это же такая вот хорошая площадка. И там тоже есть свои оценки, это уже практика наших коллег, не будем это обсуждать. У нас другая ситуация, у нас другой контекст, у нас другая система запросов требований и ожиданий, и мы, исходя из нынешней ситуации, исходя из тех задач, которые перед нами стоят, исходя из перспектив развития нашего общества, мы выработаем более оптимальный и нужный формат диалога. Будем надеяться. Жанар? Хотелось бы подчеркнуть еще одну важную деталь, важный нюанс. Это то, что президент лично пригласил в Национальный совет общественного доверия молодежных активистов. Это очень интересный, кстати, феномен прошедшей электоральной кампании. Именно вот это появление политического участия со стороны молодежи, которая долгое время оставалась в каком-то плане политичной. И не совсем, как она себя сама называет, проснувшаяся молодежь, хотя на самом деле она достаточно была до этого и социально активна, и самодостаточна, и в творческом плане реализовывалась. Так вот, я бы не стала вот эти все движения, которые проявились во время электоральной кампании, описывать как протестные. На самом деле это очень интересный феномен. Просто молодежь, она почувствовала окно возможностей, что вот сейчас на них предоставляется возможность. И даже это рассматриваться следует не в плане противопоставления власть и молодежь, власть и оппозиция, а скорее как поколенческий конфликт, какие-то ценностные противоречия. И обратим внимание, что проснувшаяся молодежь – это люди 30 лет, в основном максимум 35 лет. Это люди, ровесники независимости, люди, которые не пережили, допустим, перестройки, развалы СССР, лихих 90-х, и для которых материальные ценности, стабильность – это уже само собой разумеющееся. И до них уже гораздо выше политические ценности, новая политическая культура, демократия. И я полагаю, что вот именно то, что Национальный совет может стать для них окном возможностей, своего рода социальным лифтом – это очень позитивное на самом деле явление. Спасибо. Вы говорите с молодежью, скажите, пожалуйста. Я за эти дни встречался с разными людьми, и одними из первых встреч как раз-таки было с молодежными активистами, с молодыми экспертами, с представителями молодежных организаций, самых разных. И здесь, в Нур-Султане, и в Алматы я встретился, а еще до выборов, во время поездки в регионы, я имел возможность встречаться и с молодежными активистами в регионах. И я, честно говоря, очень впечатлен от этих встреч. Я тоже очень надеюсь, что большинство из них тоже будут представлены в нашем совете, потому что это достижение нашего развития, нашей независимости, что за это время появилась очень такая активная, образованная, очень грамотная, очень патриотичная молодежь. Именно в это время сейчас очень важно их поддержать, чтобы они не превратились в какие-то там. И они чувствуют, что мы сейчас, нашу заинтересованность тоже услышать их мнение. И сейчас я во время этих встреч тоже получил очень много разных интересных предложений. Я думаю, что мы обязательно в рамках национального совета будем и дальше развивать. Молодежь, не только в рамках национального совета, в целом молодежь и молодежные проблемы, вопросы, они являются вообще отдельным особняком в курсе политики нового президента, президента Тукаева. Это один из главнейших, важнейших приоритетов его политики. А будет ли учитываться какой-то международный опыт? Это не только в рамках национального совета. А вы не забывайте, что помимо национального совета президентам были выдвинуты еще много разных идей, в том числе 300 молодых новых управленцев. И мы сейчас уже видим реализацию его курса. Да и вообще 19-й год молодежи, по большому счету, с этого надо говорить. Но я думаю, что вы большие надежды. Год молодежи, да ладно, просто год молодежи, он не будет просто проходить какими-то мероприятиями. Мы будем на это надеяться, что голос молодежи, вот как вы сейчас говорите, он будет услышан. Я думаю, что многим молодым это была надежда. Есть что сказать. Резюмируя сегодняшнюю ситуацию и тему, которую... Вот если посмотреть все-таки ваш блиц-опрос проведенный, нет диалога, нет каналов. На самом деле я бы хотела отметить, что все-таки, наверное, на данный момент в обществе есть много каналов именно взаимодействия с населением государства. К примеру, это открытое правительство, которое, к примеру, имеет пять компонентов. Это открытый диалог, это открытые данные, это открытый бюджет, это открытая НПА. То есть это тоже же платформа, только это... Вот здесь открытая НПА. То есть, да. Сейчас публикуются нормативные правовые документы. Это же есть, вот пример, открытая НПА, где государственный орган размещает нормативный правовой акт. Это обсуждение, это диалог. То есть здесь, мне кажется, вопрос именно уровень информированности. То есть наявление населения нужно говорить. Это первый канал. Второй канал — это общественные советы. Это тоже канал взаимодействия между населениями и государственными органами. То есть каналы есть, они работают, Но здесь, наверное, все-таки уровень информированности тоже играет роль. Наверное, нужно проводить... Ну, ауа, не только уровень информированности. Иногда не хватает уровня включенности, заинтересованности самих неправительственных организаций или гражданского общества. Например, когда в открытых НПА у нас было несколько таких ситуаций, когда какие-то организации возмущались чем-то нововведениями, а потом то или иное министерство говорило, ну, это же публиковалось там, до этого. Почему вы не обращались, почему вы не вносили. То есть, иной раз гражданские активисты видят свою роль только лишь, скажем, в актуализации вопроса, ну, а дальнейшей проработке, внесении каких-то альтернативных изменений, к сожалению, для этого уже энергии часто не хватает. Поэтому должны быть уже включенные, заинтересованные тоже неправительственные организации. Мы должны это тоже отметить. Я хотела бы дополнить, Ирланд, смотри, что, например, опять открытая НПА. То есть, это же портал, который работает, где размещаются нормативные правовые акты. И один из дискуссионных таких нормативных правовых актов, это было по СМИ и по внесению изменений о религии, о религиозных объединениях. Так вот, мы просто проводили эксперимент, мы заходили вот в этот раздел, в открытый НПА, смотрели, законопроект висит, то есть он размещен, что касательно СМИ, что религиозных объединений. Просматриваемость 8, комментируемость 1. То есть, это что означает, что, да, обсуждаем, но сами, к примеру, те же НПА, либо гражданские активности, либо общественные объединения, они сами должны этим инструментом очень активно пользоваться. Знаете ли, они просто на самом деле не находят, вот лично мне кажется, таких вот площадок, да, открытых, интересных. Если это все в социальных сетях обсуждать, то я думаю, что многие пришли бы и посмотрели бы, что да, у нас есть сегодня открытое общество. Она же не просто так публикуется, соответственно, создается рабочая группа, они могут прийти, вносить изменения и так далее. Мы это понимаем, но кто об этом знает, да, многие, может быть, об этом даже и не слышали. Но профессиональные организации, они, конечно, об этом знают. И вот я поэтому говорю, здесь мы должны с вами всегда четко говорить, не только об ответственности государства, но и ответственности самого общества, представителей, которые участвуют в этих процессах, они тоже должны не просто один раз прошуметь, а от начала до конца пройти весь путь. Андрей, скажите, почему сегодня общество в таком случае, да, вот уже, да, не на час, сейчас только консультации проводятся в Национальный совет, почему? Оно уже, я не знаю, идеализировало его настолько, что это вот буквально, что это будет, я сегодня позвонил, и уже мы проблему, к примеру, решили. Это нормально же для общества сегодня? Это парадокс нашего общества, потому что я знаю многих людей, которые уже критикуют этот совет, его будущую деятельность, выражают скептические отношения. Но я знаю этих людей, это реально... А в чем критика состоит? В том, что они просто не верят? Кто-то связывает, что это такой же нелегитимный орган, как, по их мнению, нелегитимна вообще вся власть. Кто-то говорит, что уже мы проходили это, когда были ПДС, НКВД и так далее. Ну, я просто вижу, если это достойные действительно среди них люди, которым есть что сказать и есть что это, но они вот принципиально не пойдут в этот совет, даже если их пригласят. Почему? Это уже не ко мне вопрос. На самом деле желающих очень много, честно говоря. Есть, да, уже желающих? Я даже вам по секрету сразу скажу, что многие коллеги гражданского общественного поля, когда мы обсуждаем совет, вместо того, чтобы говорить и обсуждать формат, компетенцию, механизм реализации, они обсуждают только вопрос касательно совета, во-первых, включенности, невключенности их. И одним из самых главных вопросов я буду в совете, если не будет этот человек. А, ну это уже личностный пиар, да, и какие-то есть ментальные способы. Вы знаете, это один из самых часто поднимаемых моментов вопросов. Я говорю, по поводу больших ожиданий. Я надеюсь, что НСОД будет это честной диалоговой площадкой. Я тоже очень надеюсь. Если мы скажем честно, то до информационной анархии в нашем информационном пространстве нам очень-очень далеко. Это понятно. Если все значимые люди, вошедшие в НСОД, выйдя с первого заседания, выдохнут и скажут, я сказал все, что я хотел сказать, и меня никто не перебивал, это уже, на мой взгляд, будет большим успехом в реализации НСОД. Когда была земельная комиссия, никого не перебивали. Все, вот Берик Владимирович знает, он участвовал на многих заседаниях. Мы это знаем, мы даже давали в прямом эфире. Он шел в прямом эфире и никого не перебивали. Вопрос уже не в этом. Мы через этот период уже прошли, что кто-то кого-то не услышал или кому-то не дали микрофон. Благо сейчас время такое, что есть такая возможность выговориться и так далее. Государство-то уже не боится. Вопрос только в том, кто как готов к диалоговому процессу, с чем, что есть конкретно предложить. Вот в земельной комиссии была проблема не в том, что кто-то не высказался, а кто уже, у кого была возможность или желание приходить на следующее заседание для того, чтобы уже предлагать новые изменения, новую формулярку и так далее. То есть сейчас очень важна еще и компетентность тех людей, которые будут в этом союзе. Вот это самое главное. И заинтересовываться. Сам не место критиканам-популистам. Иван Дмитриевич, 12 июля мы увидим. Уйти от популизма и сконцентрироваться на решении реальных вопросов, реальных проблем. А Берик Абдугалиевич, вы верите в то, что сейчас Ирлан Дмитриевич? Я надеюсь на это. Потому что ценность доверия у нас как никогда актуальна. Я надеюсь, что Совет и его составом оправдает все-таки задачи, которые ставит сам президент. И общество, которое надеется, что именно в Совете будут решены многие вопросы, которые накопились. И, к сожалению, до сих пор не находят свое решение. И эти компетентные наши деятели из гражданского сектора, там же не по должностям будут, а именно зависит от компетентности, общественного авторитета, влияния. И они внесут свой вклад. Вот это про это мы и не должны забывать. Про развитие. Про критерии компетентности. К сожалению, да, не так много времени у нас остается уже до конца программы. Но сегодня мы не услышали, да, то, что как будет формироваться, сколько будет людей, и вообще по каким критериям будет туда отбираться. Но мы надеемся, да, что мы понимаем, что сейчас работа идет активная, но 12 июля уже не за горами на самом-то деле. Но мы учтем и те предложения, которые учитывались в ходе нашего ток-шоу. Но мы надеемся, да, что как раз-таки ваше участие в этом ток-шоу тоже будет очень полезным вкладом в обсуждение предстоящего совета. Спасибо, уважаемые дамы и господа, что приняли участие в нашей беседе, которая проходила в прямом эфире. Что жизнь в гражданском обществе невозможно без проявления гражданской же позиции быть активным участником социума или же сконцентрироваться исключительно на своей жизни, решать только вам. Отрадно, что механизмов участия в обществе возможностей заявить о своей проблеме в стране все больше и больше и возможностей сказать решительное тому же откровенному нежеланию чиновников что-то делать становится все больше. Вопрос только теперь уже в эффективности этих возможностей. Это была «Большая неделя», увидимся через 7 дней. До свидания.